Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Якутия. В соответствии с указом главы Республики Асен Сергеевичем Николаевым, на территории Якутии действует режим повышенной готовности по новой коронавирусной инфекции. На настоящий момент, на сегодняшний день, на 13 октября 2021 года, выявлено 263 новых случая новой коронавирусной инфекции. Такая цифра является одной из высоких цифр по количеству заболевших на территории Республики. И на настоящий момент в городе Якутске, в столице, есть небольшое снижение – 142 случая. По 11 случаев зарегистрировано в базовом своем значении в Мегино-Кангаласском и Намском Улусе, по 9 случаев в Алданском и Усе Алданских Улусов. В Ленском зарегистрировано 8 случаев, в Амгинском – 7. От 1 до 6 случаев зарегистрировано в 17 районах Республики. На настоящий момент наиболее сложной ситуацией санитарно-эпидемиологической является ситуация в таких улусах Республики, как Амгинский, Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский, Намский и Хангаласский районы. Обращаем внимание на необходимость строгого соблюдения как органами государственной власти, органами местного самоправления и жителями Республики, санитарно-эпидемиологических правил, установленных указом главы Республики Саха-Якутия, прежде всего в части проведения массовых мероприятий. Проведение массовых мероприятий не допускается на территории Республики Саха-Якутия. Учреждения культуры, учреждения, которые являются развлекательными на территории Республики, должны работать с 50% в загрузке зала. На настоящий момент подготовлен проект указа, по которому прохождение в данные учреждения допускается, и посещение данных учреждений допускается только при предъявлении QR-кода. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, наиболее сложной ситуацией сегодня является с точки зрения прежде всего трех категорий граждан. Это детей, беременных женщин и тех людей, которые имеют медицинский отвод. Это те граждане Республики, которые в силу установленных защитных механизмов по новой коронавирусной инфекции не могут быть защищены. В связи с этим еще раз обращаю ваше внимание на окружение этих граждан по необходимости создания для них комфорта, не о заражении новой коронавирусной инфекцией. На тяжелом состоянии сегодня у нас уже находится, к сожалению, 180 пациентов. Все пациенты в основном не вакцинированы. К ПКВЛ подключено 34 человека. Первую вакцину на территории Республики получили 362 247 человек, при этом лиц старшего возраста 68 589. Необходимо обратить внимание, что начался этап ревакцинации в Республике. Проревакцинировано 16 022 человека. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, сегодня необходимо обратить внимание, те, кто прошел вакцинацию полгода назад и те, кто переболел полгода назад в нашей поликлинике, записывайтесь на ревакцинирование для того, чтобы усилить свой иммунитет. На настоящий момент я обращаюсь к родительскому сообществу, прошу в связи с тем, что разрешено и допускается обучение первых-четвертых классов, рассматривать непосредственно данное обучение и соблюдение учебными образовательными учреждениями, правил соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Остальные учащиеся, те, которые оставлены на дистанционном обучении, обращаюсь сегодня к родителям. И необходимо обратить внимание на то, что прежде всего дистанционное обучение означает нахождение детей постоянно дома, фактически непосредственно для того, чтобы они не получили, для того, чтобы они охранялись от заражения новой коронавирусной инфекцией.